Георгий, счет крупный, но кажется, что он совершенно не по игре. Согласны ли вы с такой трактовкой? Возможно, не по игре, потому что при счете, когда мы проигрывали 1-0, да, мы получили необязательные контратаки, где пропустили необязательные голы, где должно было быть, я считаю, все наоборот, но, к сожалению, футбол такая игра, что не все получается так, как ты хочешь. Огромное количество угловых команд, а не удалось ни один из них реализовать, что не получилось? Не получилось реализовать угловые, потому что так получилось, не знаю. Были хорошие розыгрыши, в первом тайме там, по-моему, мы разыграли с продлением, то есть не попали, во втором тайме тоже было хорошее, но, повторюсь, в футболе так бывает. У тебя есть понимание того, почему настолько разные результаты в Еврокубках и в чемпионате России? Нет, понимания нет. Хочется в этом разобраться, спокойно, вот, на это будет время. Георги Рун Виторио назвал качество игры именно по игре, да, потрясающим сегодня. При этом счет был 3-0. Мы проиграли 3-0, поэтому, не знаю, тяжело говорить что-то, потому что мы проиграли 3-0 и результат сегодня был самым важным, то есть опять же уйти с достаточно неплохим настроением на такую зимнюю паузу большую, поэтому сегодня самое главное было не само там, наверное, какое-то именно вот это содержание, а именно результат, чего мы и не добились сегодня. Спартак не может обыграть Сочи, я уже не помню сейчас насколько, и такую статистику сейчас посмотрел, что Федотова не обыгрывать Спартак вообще ни разу, ни в Оренбурге, соответственно, ни в Сочи. Это какой-то рок, карма или что-то, или просто так складывается каждый отдельный матч, что не получается? По-разному складывается, все прекрасно знают, как складывалось у нас в Москве, когда была игра, когда мы вели 2-0, вот, если не ошибаюсь, вот, здесь были достаточно спорные игры, так скажем, поэтому, ну, здесь не везет, да, согласен. Макс снова удалился, ну, не знаю, как ты, во-первых, оценишь эпизод там, да, ну, его удалили, потому что не было какой-то игры в мяч, а была вот захватом за майку, у него уже три удаления за столь короткий период, ты как капитан и как партнеру по центроборону? Это очень плохо, это очень плохо. Как ты с ним общаешься персонально, подсказываешь? Мы, безусловно, общаемся, мы, безусловно, общались и после Наполи, если не ошибаюсь, первые игры, да, где был он удален, вот, конечно, мы объясняем ему, что у нас немного другой чемпионат, чем там, где он был, вот, у нас, как мы сегодня видели, за такой фолл, ну, могут красную дать, и он пропустит, по-моему, следующую игру с ЦСК, да, это очень важная игра будет, вот, после зимнего чемпионата, но, опять же, это уже случилось, и уже это факт. Что Руи сказал в раздевалке, подвел ли он итоги первой части? То, что в раздевалке, я никогда не говорил. Непростой график, вам хватает времени на восстановление? Вы чувствуете, что завершаете не на ободах? Я себя, если смотреть лично, то есть, свое физическое состояние, я себя чувствую достаточно хорошо, вот, я привык уже к такому графику, мне такой график нравится больше, чем играть раз в неделю, и поэтому на усталости я точно не жалуюсь, и наоборот, хочется играть, хочется играть и за сборную, и за клуб, и в Лиге Европы, и тем более, что мы прошли дальше, вот, поэтому лучше так. Смотрел сегодня жребьевку, было время? Нет, не смотрел, потому что там какие-то неполадки, говорят, были. Ну, это как чемпионские были неполадки, а в районе все? Ну, там началось просто, да, затем уже у нас было свое там занятие, уже установка, выезд, поэтому не до этого было. Предпочтений никаких нет, кто, да, по соперникам, по парам соперников? Ну, на сегодняшний день, ну, не смотрел, не анализировал, там, даже не знаю, если честно, кто с кем попался, ну, завтра, наверное, спокойно уже посмотрю. Из зенита далеко, можно ли сказать, что на весну уже нет смысла ставить задачу чемпионства? 15 очков отставлено. Ну, я громких слов говорить не буду, потому что наша сегодняшняя задача в чемпионате России – это стабилизировать нашу игру и набирать очки. И, а что будет, и на каком месте мы будем, я не раз это говорил, что все подсчеты мы будем делать после заключительного тура. Мы сказали, что есть время проанализировать во время зимней паузы, но одной из причин, как говорят специалисты, является разная мотивация команды на игры внутреннего чемпионата, в частности иностранцев, и на игры в Европе, которые более привлекательны, потому что их смотрит вся Европа. Русский чемпионат, ну, мало смотрит. Есть ли такое? Я думаю, что если кого-то отдельно так спрашивать, возможно, у кого-то разный настрой. Но что касается меня лично и того, что я вижу в команде, то есть у нас нет такого какого-то деления. Понятное дело, что есть короткий промежуток времени, там, условно, в Лиге Европы, где 1-2 игры очень, как сказать, важны, да, а есть дистанция, где 30 туров и, понятное дело. Там есть, опять же, травмы, настроение, перестроение всякие, то есть какие-то моменты, опять же, после Лиги Европы, то есть по эмоциям, по настрою, потому что мы отдали, например, и сегодня не хватило тех же эмоций, например, возможно, каких-то. Поэтому все, безусловно, имеет значение, вот, но почему так происходит и такой, так скажем, дисбаланс в Европе и в чемпионате России, на это сложно сейчас ответить. Время будет проанализировать это и надеюсь, что мы найдем ответ на этот вопрос, вот, и уже с первой игры с ЦСКА, да, по-моему, там или кубок будет, да, не знаю точно. Вот, надеюсь, что у нас получится исправить ситуацию и подняться как можно выше в чемпионате России. Коллеги, можно последний вопрос, потому что уже очень хорошо. Георгий, ветеран, в частности, андзор Кузашвили говорил о том, что вы должны пойти к руководству и отстоять Руи Виторию перед, ну, перед этой игрой у него было заявление. Как вы смотрите на такие призывы о том, что команда должна защитить Руи Виторию и отстоять его в качестве команды? Я это прочитал сегодня, я с ним в хороших отношениях и я завтра с удовольствием с ним созвонюсь и мы с ним обсудимся. То, что, ну, то, что, как он считает. Я с удовольствием позвоню ему и возьму у него совет. Георгий, а что, ну, ты сказал, что то, что было сказано в раздевалке, Руи, да, остается в раздевалке. Чтобы все слухи, домыслы такие, да, писали, что сейчас будет прощальный ужин Руи Виторию, что специально сюда прилетели... И какого прощального ужина... Вот планы на сегодняшний вечер, на завтра какие у тебя, у команды? Мы сейчас перекусим и едем в Москву, то есть никаких планов или что-то нету завтра, понятное дело. Все на чемоданах, кто куда домой, ну, собрать сумки там, я не знаю, с такой, и у всех отпуск. Поэтому вот сегодня так. У тебя какие планы на отпуск? Пока никаких, пока никаких. С завтрашнего дня начну думать о отпуске. Я правильно понимаю, вот по вашим словам, что вы считаете саму постановку вопроса, что ходить и отстаивать тренера неприемлемый для действующего футболиста? Я считаю, что в любом случае моя главная задача будет на поле, как и играть, так и за тренера, так и за Спартак, так и за ребят, так и за эмблему. Поэтому моя главная задача выходить на поле и играть в футбол. А что будет дальше и что у нас будет в команде, мы это обязательно тоже сядем и решим. Нужно ли мы выставить какую-то вы отметку Спартаку за уступление во внутреннем чемпионате, если убрать Лигу Европы по пятибальной системе? Как вы оцените вас? Пятибальной два. Двойка. Удачи вам и надеемся, что вы справитесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.